Это первый вопрос. И второй вопрос был, есть ли указания банков? Все, что здесь происходит, это личные указания Порошенко. Лично Петра Порошенко. Ничего тут больше нету. Порошенко. Решение ДМС. Мы типа проиграли с карту. Они выиграют. Когда кто-то выигрывает процесс, он не идет в апелляцию. Для того, чтобы ускорить процесс, банковая сказала, идите в апелляцию, потому что он так приказал. И они на три недели раньше назначили процесс, чтобы побыстрее избавиться от меня от страны. То есть выигравшая сторона пожаловалась на свой выигрыш. Где-нибудь вы слышали такое? Пойм-бай! 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 Это нас. Здравствуйте, украине! Попрессионство. Потому что для них законы не писаны. Для них законы не писаны. Но второй вопрос. Вообще, откуда возникла вся эта история? Сначала меня лишили гражданства. Незаконно. По фальшивой подписи, которую сфальсифицировали на втором этаже администрации. Президента. Это отдельно уголовная наказуемость дела. И в свое время Порошенко придется ответить, сдав козилку, заменять членом комиссии, уволить главу комиссии по гражданству и за приказ сфальсифицировать документы по моему гражданству. Этот приказ, я утверждаю, дал лично президент Порошенко. Это первое. Второе. Значит, почему вообще я оказался гражданином Украины? В 2013 году выступаю я на Франковске. Он сказал, у меня два примера подражания для реформ. Сингапур и Грузия. Ликуан Ю и Саакашвили. Это слова Порошенко. Когда я помогал на Байдане, и когда я вернулся после революции сюда, они все говорили, как нам повезло, что Саакашвили тут. Они думали, что этот очень удачный пиар-ход меня долучит и до державной прации. Я хотел помочь народу Украины, они хотели делать пиар. Как только они поняли, что я не буду с ними делать пиары-деньги и буду помогать народу, они начали активно от меня избавляться. С помощью фальсификации, с помощью подделки, с помощью всех вещей, которые нам очень знакомы, потому что каждый день, каждое выступление его, это вранье. После того, как меня лишили гражданства, мой паспорт еще продолжали признавать и Соединенные Штаты, и Евросоюз. Поэтому я спокойно вернулся из Соединенных Штатов в Евросоюз, спокойно пересек польскую границу, приехал с моим паспортом в Чигини, попросил проверить свой паспорт. Вместо этого они объявили заминирование, они устроили цирк, они взяли пассажира поезда за ручники, и они устроили все этот бардак для того, чтобы не пустить одного человека. Мобилизовали спецназы и так далее. Я все равно вернулся. И тогда помните, тут вот много каналов Парахоботских. Вы помните, какой они вой подняли? Священность украинских границ, грузин прорвал украинскую границу. Мы не просим, это злочин. Я хочу сказать президенту Порошенко, который сказал, что я злочин. В конце декабря гражданин Украины, Петро Порошенко, приехал в аэропорт Жулианы, зашел с черного хода, достал паспорт, где была другая имя и фамилия. Я хочу прочеркнуть, я возвращаюсь своим паспортом. А Порошенко достал свое имя и паспорт на другой имя и фамилии. Я сел на самолет, не пройдя пограничный контроль, улетел на Мальдивы, и обратно, нарушение Конституции Украины, потому что главнокомандующий не имеет права передать весь объявление отпуска, весь передачу полномочий, и обратно вернулся, также по фальшивым документам, и также не пройдя пограничный контроль. Я хочу спросить продажных ворохоботов, я хочу спросить тех, которые вылизывают сапоги этой власти, так кто нарушил священность украинской границы, Михаил Саакашвили или Петро Порошенко вошли, так кто правил границу, я или Порошенко, кого надо судить сейчас, меня или Порошенко, я... Турма! 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 Поэтому он нарушил все законы, и потом они меня... Сейчас давится парень где тут, которому хотят 10 лет дать за то, что мы якобы прорвали границу. А Порошенко не хочет привлечь себя за то, что он прорвал грубо... когда каждый день наранили, угранили, убивали украинских солдат, пока он на солнце жрел там, извиняюсь. Это нормальная ситуация? И когда нарушены все статьи и законы? И этот человек дает указания вот этим судям, потому что он не хочет, чтобы мой голос звучал, и я говорю правду о том, что они вытворяют страной. Вот о чем тут речь. Вот о чем тут вообще... И вот как ларчик приоткрывается. Я хочу сказать, сегодня 100-летие Украинской Народной Республики и День Соборной, с которым я хочу всех вас поздравить. Тут есть приказ министра, это оригинал, народный министр справ, внутренних справ, Украинской Народной Республики Христюка. По этому указу, все люди, которые последние три года находятся на территории Украины, они имеют автоматическое право на гражданство. Я в Украине живу больше 13 лет. Поэтому я больше... Поэтому спасибо. Всегда есть выход. Поэтому, когда вот этот указ Украинской Народной Республики еще никто не отменял. Согласно этому указу и согласно Конституции, действующей Украине, чинному законодательству, я имею полное право повернуть роботянку Украины. Но посмотрите на их аналог. Вы видели, что Луценко устроил мультфильм в Верховной Раде, они гоняли меня по крыше, они искали меня по всей стране, они сказали, что я хотел совершить государственный переворот, что меня надо изолировать в Союзе, потому что я очень опасен для украинской державы. Многие из них были на моем суде уголовном, где они требуют запобежный запах. Вы видели, вы пришли много раз, и вы видели, что много раз суд откладывался. Они не хотят меня видеть в украинской тюрьме даже. Они реально откладывают в суд каждый раз, каждый раз, каждый раз, кто кто-то заболевает, кто у кого-то, кто-то умер, кто постоянно, кто-то в плохом настроении там. Этот суд им не нужен, и все уголовное дело, меня допросили за полтора месяца, как они говорили, что я уголовник, всего один раз. И спрашивали очень политические вопросы. Их не интересовало конкретное справа. И они этот суд постоянно откладывают. Второй суд, который я подал, что вернуть свое гражданство, потому что оно было взято где-то незаконно, этот суд откладывается уже несколько раз и отложен на конце этого месяца. То есть, если они сейчас меня лишат статуса, меня могут депортировать до того, как я смогу оставить свое право на гражданство, даже в этом несправедливом суде. Они меня будут депортировать до того, как состоятся не то, что общий уголовный суд, но и суд по апелляции. Зато они, куда бы я ни зашел, за мной бегают полицейские. С ухвалом на этот суд. Они хотят, чтобы я все время ходил на... И быстро закончил этот суд, даже нарушением всех процедур. Еще раз повторяю. Сегодня они жалуются на свое, собственно, выигранное решение. Беспрецедентный случай практики. Кто выигрывает решение, потом идет в суд и еще раз для этого жалуются. На что они тратят деньги государству? Это же ваши деньги. Это же ребята, это парень, который... Я думаю, что вот эти ребята, думаю, что их никто не будет отвечать. Я хочу сказать, ребята, будешь вырасти, вырастите, будут у вас дети, будут у вас... Или, может, уже есть вина. И вашим детям вы скажете, Михаила Сакашвили, я депортировал из Украины. И будет тебе хорошо от этого, парень. И будет тебе... И сколько можно заплатить за то, что президентом не решили. И я думаю, вот этот парень, вот эти молодые проговоры, запомните их таблички, запомните лица всех, запомните лица всех ведущих, потому что я вам обещаю, в Украине очень скоро поменяется власть, и каждый из них, потом, чтобы не было разговоров, да он молодой, не понимает. У этой молодежи есть право понимать все, понимать все. И эти люди, эти люди будут отвечать, эти люди будут отвечать по всей строгости закона. У них есть моральное право отказаться. У них есть моральное право не выполнять задания, не выполнять... Да, от грязи надо утираться. Не выполнять задания, не выполнять задания кроворовавшихся барыг, организованной преступной группировки, которая захватила Украину. У них есть это право. Они отводят глаза. Они потом будут говорить, и они не говорят в темных углах СБУ, в темных углах прокуратуры. Михаил Николаевич, вы же понимаете, что мы это не мы. В прошлый раз, когда я в одном из заведений, где меня допрашивают, я сказал, этот преступный указ организованной преступной группировки, он говорит, кто организованной преступной группировки? Я говорю, прокуратура, СБУ, полиция, которая меня допрашивает. Кто глава? Порошенко. И следователь... И следователь меня спрашивает. Следователь меня спрашивает. Михаил Николаевич, сторону Боякина. Я тут записал, все подписали. Но, вы же понимаете, что я маленький человек. Я же не ухожу в организованную преступную группировку. Это же они. Я сказал, если ты не уходишь, у тебя есть моральное право от этого отказаться. Если он тут сидит, он участник организованной преступной группировки. Если они выносит эти решения, они участники организованной преступной группировки. Я хочу сказать, власть в Украине поменяется, но не будем играть в их игры. Они одного киреева странили, другие есть еще, другие ходят. Потому что они еще нужны, нужны нового власти. Нам не понадобятся услуги фальсификаторов. Потому что нормальные власти в сути будут служить народу Украины. При нормальной власти в сути не будет на стороне ОПГ. При нормальной власти у нас не будет необходимости нанимать вот этих и потом давать им всякие поручения, а потом они будут отмываться. Не будет этого. И я хочу сказать, парень, я точно, я здесь вырос. Ну, 16-17 лет я здесь. Вот на Печерске я ходил. Я ходил в университет, в желтый корпус. Я сюда ходил. У меня тут Грузия были. Я был таким же, такого же возраста, как вы. И в отличие от вас, я не шел никогда на Каправис. На первом курсе меня арестовало КГБ за антисоветскую деятельность. Я сидел на Аскольдово. В отличие от вас, я не был комсомольским шнурем. Я не был шнурем этих органов. И потому я таким не остался. Начал шнурем, закончишь с него. Будешь принципиально, будешь принципиально. в том числе. Но Гордец! Но Гордец! Но Гордец! Но Гордец! Но Гордец! Но Гордец! Тут есть Валентин Алименченко. Когда он был главой СБУ, я попросил свою анкету. Потому что, и он это помнит. К сожалению, эти анкеты уничтожены. Где там, я давал тоже. Так же сидел на Аскольдово. Так же писал объяснительные. Так же рассказывал, что я отстаивал свои взгляды. я хотел получить этот документ. Потому что документ показывал, что и в том строе можно было оставаться порядочным. И в том строе можно было бороться. И в том строе можно было не схилять свою голову. К сожалению, этих документов не было, но он мне выдал справку. Что я, Саакашир Михаил Николаевич, когда был возраст вот этого представителя, когда был его возраст, занимался антисоветской деятельностью, боролся с монстром Советским Союзом. Они там с какими-то парыгами проводовавшимся жалкими. И со мной провели профилактическую работу, чтобы она называлась на их языке. И Валентин помнит этот факт. У меня была эта анкета. И я этим очень горжусь. Чем эти будут гордиться через... Не через 20 лет. Через 3 месяца. Вы что думаете? Порошенко поедет на свои мальдивы. Может он унесет свои ноги. У вас есть место на мальдивах? У вас есть билла в Испании? У вас есть место... У вас есть англошенные в Питалдаме? Поэтому... Вот они с планейшей головы и так сидят. У них нет силы даже смотреть в глаза. Потому что... Но! Это не особо ждает их от ответственности за преступления. Вы преступник! И каждая ваша служба преступлива. И если сегодня будет преступное решение или когда это будет... Я официально заявляю. Я не это не давление со суд. Я прекрасный... Я уважаю суд. Я сам юрист. Я выступал юристом в судах Нью-Йорка. Не то, что в Киеве. Я говорю. И при этом... Когда я уважаю суд... Я делал в 90-е годы самую успешную согласно всемирному банку судебную реформу. К сожалению, потом ее развалили. Потому что коррупция ее съела. Надо можно посмотреть. Кто говорил тогда в Семене Баке? Я говорю, что я человек, который уважает суд. Но при всей полной я абсолютно не уважаю украинскую судебную систему. Потому что она не уважает людей. Она не уважает Николая. 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 Поэтому. 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 У нас совершенно очевидный выход. Мы будем продолжать нашу борьбу. Любой формы. Мы будем продолжать свою борьбу через суды. Мы будем убирать, менять эту систему. Мы будем убирать организованную преступную группировку, которая захватила власть Украины. Которая действует через шантаж, через неформальные связи, через коррупцию. Которая каждый день нарушает закон. Если бы вы провезли через границу Украины незадекларированных полмиллиона долларов, я бы видел, где вы вообще-то сидели. И на сколько времени? На сколько времени? Вам это не дозволено? Во-первых, у вас этих денег нет. Вода. И во-вторых, они думают, что они всегда будут сидеть там. Они думают, что они всегда будут сидеть там. Да, и я вам ориентирую, что сегодня нас тут сотни, завтра тут будут десятки тысяч, послезавтра будет миллион, и в Украине мы установим порядок. Украина у нас в водах закончится. Украина у нас в водах закончится. Поэтому я хочу сказать вам, я совершенно понятно, чем здесь все пахнет уже. И понятно, что каждый судебный процесс, сценарий заранее написан на цвететом кабинете банковых, где случайно на крови украинских героев оказался человек, который не достоин ни их памяти, ни этой должности, ни народа Украины, естественно. Но при этом, при этом, я хочу ему сказать, все, что он не делал, все повернется стократно ему. Кого на кого бы он не оезжал, это все временно. Как бы он от меня не избавлялся и выгонял из страны, от этого народ Украины не станет слабее. Это великий народ. Великий народ. Я очень горжусь тем, что я грузин, но одновременно я очень горжусь тем, что я гражданин Украины и буду добиваться, чтобы быть достойным звания, в том числе и гражданина Украины. Но чтобы вы понимали, мы все должны продолжать эту борьбу. Тут есть депутаты разных фракций, тут есть политические деятели, тут есть меры городов украинских, тут есть только что зашел, АЛЭС, ЛИ, лидер революции на граните, первая украинская революция, которая привела к независимости Украины. И это тоже наша слабость, что АЛЭС и все мы, которые шли за ним в 90-91 году, мы думали, что наша борьба уже выиграна. Который год уже ходим по кругу. Уже все седые стали. Но все равно мы не опустим руки. Мы не сдадимся этой банде. Все равно мы объединим и собнем следы украинской оппозиции, потому что она оппозиция не для того, чтобы вечно быть оппозицией недовольной, а для того, чтобы прийти и поменять все и очень быстро. Потому что каждый день пребывания этой банды с помощью вот этих исполнителей стоит и этих преступников и они одинаково преступны, как и приказодатели, или как и исполнители, какого бы младбалника возраста не были, стоит в стране огромного потенциала. Подумайте, нам прекратили программу международного валютного фонда, прекратили программу финансирования Невросоюза, прекратили программу Всемирного банка, нас таскают на всех в мировой прессе, нам, нам, мы на грани того, что Украина оказалась в полной изоляции и на фоне этого, что в какой ситуации, вместо того, что помочь людям что-то сделать для людей, изменить экономическую ситуацию, помочь, поменять, справедливость дать людям в конце концов. Чем они занимаются? Они занимаются одним человеком и как от него вся эта машина работает, чтобы избавиться от меня из Украины. И еще. Гоньба! Гоньба! И поэтому, поэтому, вы прекрасно знаете, что здесь происходит. Этот суд принял упрощенное рассмотрение дела, которое они вообще не должны были принимать. Никто в мире не жалуется на свое выигранное дело. Никто. Просто двоечники и в этой службе, и процессуальных общих вопросов, и, конечно, на банковых. Просто двоечники. Они изуратили процесс. В этом деле нет правды, нет справедливости, нет закона. административный кодекс Украины нарушен, конституция в Украине нарушена, состязательное стручение процесса нарушено, которые тут ссылались. Поэтому суд, который так ускоренно принял это рассмотрение, не может пользоваться нашим довериям, мы все понимаем. Мы заявляем отводы этому суду, а народ Украины заявит отвод их начальников. Их начальников. И никто не будет прятаться ни за мантию, ни за служебное дело. И я хочу сказать, еще раз говорю, никто не унесет ноги. Порядок будем навозить железокаленым, метод каленого железа. Маленькие, большие руководители все будут обречать, либо гнезд головы, но хвост не уйдет тоже от этой головы. Я хочу обратиться к госслужащим. Не повторяйте примеры вот этих и не выполняйте злочинные наказы. Я хочу обратиться к полиции и службе. Я знаю, что там в прошлый раз, когда мы были на суде, когда вы ходили, один полицейский сказал, она нашему одному стороннику. Она говорит, сколько раз уже приходил, говорю, вам не надоело сюда ходить полицейский? Нет, полицейский говорит, начальник, один из начальников. А вы думаете, нам не надоело? А мы, если вы думаете, не знаем, что эти уроды вытворяют? У них тоже терпение заканчивается. Так вот, я хочу обратиться к полиции. Я хочу обратиться к тем людям прокуратуры и службы безопасности, которые понимают, для чего их используют. Я хочу обратиться к члену госслужбы, державной миграционной службы. Ваши начальники делают миллионы. Вам, когда дают какие-то гроши, премии, может быть, дадут. И будут для того, чтобы сохранить свою работу. Я хочу обратиться к работникам судебной службы. Эта малина приходит к концу. И сейчас, возьмите, неоткратимо настанет. Я вам обещаю, я еще ни разу не ошибался про голоса и погруженную бакурию. И возмездие будет жестким и справедливым. И народ вам этого не простит. Вы можете отсюда меня взять и выбросить, хоть в Курзис, хоть в Курзис, хоть в Курзис, хоть в Курзис, хоть в Курзис. Я все равно вернусь на мой любимый Печерс. И судить мы будем совсем не будем. Реформы! 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 И про какая разница сейчас? Россия на нас напала. Вся революция была за то, чтобы избавиться от любого диктата, тем более с Москвы. Какая разница? Точно так же Навального лишают права политической деятельностью. Точно так же выключают свет, как мне выключали в Одессе. Только так же отменяют залы в последний момент. Точно так же ходят сутки, такие-то русские. А какая разница между ними и русскими сутками, скажите мне сейчас? Какая? Какая разница между этим и сутками Путина? Мы дохотились до того, что свободная Украина, которая справа со всеми независимой, еще раз повторяю, вот документы ОНР. Украина, где есть вольный дух, в Украине, где есть калибер демократии для всего этого региона, всегда было самоуправление с охваченной бандой, которая действует точно как путинская банда. Как и за что мы боремся? И что вы не знаете? Вы не знаете, что главная задача Путина в январе 2016 года, даже наше главное условие удалить Саакашвили из украинской политики. Потом до того еще, до инаугурации, меня пригласил Порошенко, Путин ему позвонил и сказал, а, Саакашвили приглашаешь, ну как мы будем разговаривать? И у меня в последний момент отозвали приглашение. Потом Грязло приезжал, и меня начали убирать главы Советского УДА. Потом, сейчас, в декабре, уже Путин Порошенко, разговоры с Путиным телефоном, который вчера подтвердила администрация Путина, ну отказывайте Порошенко, но не подтверждайте, не отказывайте, потому что, ну Путин же все равно их так бы не сохранит. Порошенко попросил Путина, помоги мне, чтобы этот Курченко сказал, что он финансировал Саакашвили. Это я знаю как факт. И это знаю факт от банковых, потому что там тоже есть свои крысы. И вот, я хочу сказать, это не просто ситуация. Все они сейчас действуют как судьи Путина, действуют как госслужа Путина, и делают подарок Путину. Потому что избавление от... Вытворение Саакашвили из Украины, это есть лучший подарок Путина, которому начинали 2018 год. И вы не можете этого не знать, потому что вы читаете газеты, вы пишете на телевизор. Вы не можете знать, чему вы служите. Вы не можете знать, за что вы будете это делать. Поэтому я призываю вас запомнить их лица и запишите им фамилии. Каждого по отдельности будет спрашивать, и каждый по отдельности, чтобы никто не ушел, будет отвечать. Потому что эпоха безответственности, предательства, эпоха надругательства, снущания над народом Украины, один из нас навсегда, Украина должна закончиться. Наконец-то страна должна жить нормально. Наконец-то в суды мы будем ходить, как со справедливостью. Нас будут случать нормальные сути. Они будут рассматривать наши дела. Они не будут исполнять холодные процедуры. Госслужба, будет как госслужба сервиса, которая будет улыбаться, а не смотреть вот так, как он смотрит. Они выливают так, как они выливают. Это будет служба с улыбкой, которая будет говорить, там мы гордые носители украинской державности. Там мы тут для того, чтобы служить народу. Не прислуживать им, кто бы там ни был. Был там Бони, Наливайчика, Купри, кто угодно, Сабар-Лидзе или Оленчика. Нет, мы будем служить народу, и мы будем служить народу, и этим мы получаем свою совпаду за это, и этим мы гордимся. Это будет совсем скоро. Но для того, чтобы это было, запомните, я один раз допустил эту ошибку в Грузии, я был слишком мягким по отношению к произведению нарушителей. Не надо быть мягким к ним. Они все, они все. Они все знают, что они делают. Они делают что-то, не знают? Знают, еще как знают. Просто они думают, что народ себя простит, а барыгам сейчас надо угодить. Так вот, барыгам придет конец, но своевилие должно быть наказано. Должно быть преступление, должно влечь за собой наказание. Иначе они повернутся и еще раз нас накажут за несуществующие преступления. Еще раз против нас возбудят дела за несуществующие проступки. Еще раз по дням переедут и к газам не моргут, потому что по своей природе это наследники тех чекистов, которые убивали при Голомодом море людей, которые убили, например, арестовали обоих, брат моей бабушки был строительный Днепрогесса, которые его арестовали в Запорожье и тогда достреляли. Которые так закапывали тут, настреливали даже недавно, в Мариинском парке тут людей, в подвалах Кабмина расстреливали людей. Это их наследники их. Если один раз не выкорчевывать советское наследие, оно будет возвращаться заново и заново и заново и будет уничтожать народ Украины. Вот и вся история. И народ Украины, и народ Грузии, и все другие народы. Мы жертвы этого, мы жертвы, мы жертвы этого Крыму. И это продолжается Крыму. А извините, какая разница между Порошенко выражает солидарность против репрессий Крыму? А чем его репрессии отличаются от репрессий Крыму? Он тоже самое делает. Извините. А что это не так? До чего мы докатились? До чего мы докатились? Где наше моральное преимущество? Где наше свободолюбие? Где? Почему? Это все еще происходит. Поэтому я буду говорить так. Тут есть говор ОПГ при молчаливом и даже активной поддержке Путина, при использовании всех средств, которые у них есть в госсусбе, нарушением всех законов. Поэтому единственная группа без этого дальнейшая мобилизация всего народа пойти наступление и мы должны закончить дело Майдана. Поэтому мы заявляем отвод этому суду и мы в пятницу проводим их в Украине. Спасибо. Слава Украине! Слава Украине! Украина! 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 Это правильный президент Украины. Гей, барыги с Украины! Гей! Это правильный президент Украины. Особенно я хочу увидеть его, кривский президент. Я кривский татарик, который меня Порошенко лечил без житла. Три года уже. Гей, барыганцы! Это враги украинского государства. Проверить свое имущество и кремо справить. Судя мганьба! Гей! 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 Почему не встали судей, когда был имен Украины? Потому что они не украинцы. Они покоряются только в венках. Украина! 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 Слава Украине! Город слава! Слава Украине! Город слава! Слава России! Слава нации! 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 Украина! 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 Слава нации! Банки! 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 Паранки! Извините каково то есть боучники там там переговариваются? Не надо что делать даже! Все рушится! Ганьба барига! Присутки, Туру заливали. Присутки. Суд не сказав, что против чинных того, чему демонляет, просто вышел. Я сподіваю, что суд, скорее всего, просит заспокойтесь, тишу сделать в зале, потому что нам нужно дать аргументованную позицию щодо заявок про відвід суддей. И вы, наверное, не слышали, что было в нашей заявке, и я прошу сделать тишу, суддей повернутся, и мы продолжим. Мы повага до украинцев. ...суспільство, и вказать на основные основы. И, ваше честь, нам бы хотелось бы нагадать в спільноте про то, с каким позовом звертался Михаил Саакашвили, как позивач до Державной имиграционной службы. А звертался он сам для того, чтобы Держава, в особе Державной имиграционной службы, разглянула его заяву, аргументовані документы, которые он давал до цієї заявки, та надала ему статус особи, яка потребует додаткового защиту саме в Украине, від, підкреслюю, можливої экстрадиції чи видворення в Грузию, там, де его переслідуют за политическими мотивами. Розглянувши цей позов, на нашу думку, судья першої інстанції, пані Скочок, винесла неправослідно вказу в своїй апеляції Державна имиграционная служба. Тому ми вважаємо, що така апеляція з боку ДМС була виключно з процесуальними правами, а в цій скарзі своїй вони не вказали про те, а які права та обов'язки порушив суд першої інстанції, вносячи на їх користь це рішення. Тому ми вважаємо, що ці дії з боку ДМС, я про це кажу дуже ретельно, саме розглядаючи зараз заяву про відвід складу суду, тому що це дуже пов'язані речі. Ці дії з боку ДМС, а не знаходитися під запобіжним заходом. Але зложування процесуальними правами з боку ДМС, це не дало можливість цьому зробити. Більше того, хочемо сказати, що з боку суду пан Михайло, направляючи таку заяву про відвід складу суду, вважає з боку суду сприяння об'єднати ці апеляційні скарги і розглянути. Але аналізуючи дії з боку того, яким чином при скореному режимі розглядалося питання про відкриття провадження і призначення дати слухання, ми бачимо дуже суттєві ознаки упередженості по відношенню до позивача Михайла Саакашвілі. І ознаки того, що колеги суддів йде на зустріч і саме сприяє цьому прискореному розгляду апеляційною, підкреслює формальною. Тому позиція позивача дуже проста, дуже зрозуміла. І ми наперігаємо, щоб ця заява сьогодні була розглянута. Дякую, я ще даю слово своєму колегі. Це змови з ДМС. Представник Михайла Саакашвілі, адвокат Павло Богомазов. Михайло Саакашвілі сьогодні в своєму виспиті зазначив, що дана справа, по якій ми сьогодні тут знаходимося, є безпрецедентною. Ну і ми справді всі бачимо, суд бачить, ЗМІ бачить. Ми всі почули, ми всі побачили, суд це знає, що Державна міграційна служба, на жаль, виграла в першій інстанції протиправно, і ми це докажемо. Проте, незважаючи на свій виграш, зловживає свої суд. І це також показує ваша честь, ставлення суду до даної справи. На жаль, упереджено ми вважаємо. Тому, коли також в юриспруденції ми нагадуємо, що є таке поняття, як ревізія подій. Знов таки, чому ми тут знаходимося? Ми не повинні були бути тут. В 2015 році ГПУ сказала, що є політичні переслідування. Рада Європи сказала, що є політичні переслідування. Російсько-імперський менталітет пишуть. Так, я просто два слова. Вперше, дуже багато людей добавилося. І хто добавилося, я хочу щиро подякувати всіх, хто до нас прийшов. І полна зала. І дякую вам всім. Дякую вам. Дякую вам, що є політичні переслідування. Молодець! Молодець! Я бы на самом деле не хотел бы, чтобы мы в Европу обязательно шли через Румынию, но факт остается упрямым. Там люди выходят на улицы, там люди заставляют власть менять законы, там люди заставляют судебную систему реально бороться с коррупцией. Там реально пересадили и сажают и премьер-министра, и брата президента, и кумовел президента, и все руководство правящей партии. Я отменял, они сейчас нарушаются, потому что я по тому указу, который есть, и который вот я взял сюда, я имею право, естественно, на гражданство даже по законам ОНР. Когда Украинскую Народную Республику задушила большевистская Россия, я думаю, что до этого раз Путинской России не удастся задушить волю народа Украины, и их методами с нами не смогут расправиться. Мы обязательно победим. Спасибо, спасибо.